А впереди у нас три дня выходных. 12 июня вся страна отметит День России. Это один из самых молодых государственных праздников. Праздник свободы и независимости нашей страны, а также национального единства. 12 июня и в Челябинске, и в области пройдет много интересных событий. Подробнее об этом расскажут мои коллеги, репортеры из Троицка, МИАСа и Златоуста. Здравствуйте, коллеги! В Троицке празднования начнутся уже завтра. Ежегодный День России у нас совпадает с Днем Города. Как говорят организаторы, праздник обещает быть одним из самых ярких событий года. На улице Климова пройдут традиционные васильевские гуляния, спортивные состязания и шоу красок. Естественно, главные краски праздника – это цвета российского флага. Рисовать триколор будут и дети мелками на асфальте, и профессиональные художники. А уже вечером на главной сцене города Троичан ждет интересная концертная программа. По просьбе жителей города на большой сцене будет выступать Давлид Хан со своим шоу барабанов. Шоу барабанов Давлид Хан приезжает к нам в город уже не первый раз. В прошлом году они выступали на главной сцене, на День Города, чем очень сильно понравились троичанам. И весь год мы получали положительные отзывы и пожелания, чтобы в этом году они снова к нам приехали, снова были и выступали на сцене. И поэтому в этом году троичане увидят их снова с новой программой, которую они специально подготовили именно для нас. В качестве звезд приглашены Стас Костюшкин и Юлиана Караулова. В воскресенье вечером Троицк будет салютовать в честь своего юбилея и Дня России. Но на этом праздничные мероприятия не завершатся. 12 июля в городском парке пройдут спортивные состязания. В веселых стартах смогут принять участие все желающие. А вечером на сцене под открытым небом будут выступать творческие коллективы из Троицка и Челябинска. Коллеги, вам слово. Здравствуйте, коллеги! День России отмечают во всех городах и селах. И Миас не исключение. Россия многонациональная страна, поэтому на нашем празднике будет много национальных красок. Русских, татарских, башкирских. Народные коллективы выступят здесь, на главной площади города. Ну, впервые здесь будет такой интересный заводной танец, как щеботуха из городского дома культуры. Нам приедут юные артисты на большой площадке, они его станцуют впервые. Здесь будет коллектив национальной культуры Дулкын, дома культуры Бригантина, где тоже прозвучают национальные композиции. А еще в Миасе сложилась традиция торжественно вручать паспорта 14-летним гражданам 12 июня. В этот раз главный документ получат 10 ребят. Коллеги, слово вам. Коллеги, добрый день. Златоуст, как и другие города области, также готовится к празднованию Дня России. Традиционно в рамках акции «Триколор» ленты цвета флага России весь день на улицах города будут раздавать волонтеры. А горожан ждут с часу дня в детском парке «Крылатка», где мы сейчас находимся. Всем собравшимся предложат поучаствовать в викторине. Златоустовцы ответят на вопросы о конституции нашей страны. А сразу после на этой территории развернется массовый танцевальный флешмоб. Его подготовили волонтеры трудового отряда главы округа. В парке «Молодежный» района машиностроительного завода также подготовлена праздничная программа. В парке «Молодежный» у нас будет праздничный концерт с участием творческих коллективов города. Изюминкой этого мероприятия будет очень необычный новый флешмоб «Танцуй триколор». Аниматоры учреждения, которые у нас работают, они одевают флаг. Флаг очень большой, он срост именно аниматора. И по итогу, так скажем, праздничного концерта будет именно флешмоб. Маленькие жители города тоже станут активными участниками торжеств в День России. В «Молодежном лофф-центре» состоится конкурсный мастер-класс на лучший рисунок. Таким образом, День России в Златоусте будет отмечен интересными событиями, которые состоятся на нескольких городских площадках. Коллеги!